А теперь известие с фондовых площадок. Российские индексы сегодня демонстрируют незначительный рост приблизительно в полпроцента. Конференция в Джексон-Холле, как и ожидалось, не преподнесла заметных сюрпризов. Глава Европейского Центрального Банка намекнул на то, что стимулирующие программы все-таки будут запущены в недалеком будущем из-за роста дефляционных рисков. А глава Федеральной резервной системы, в свою очередь, обозначила более быстрое восстановление на рынке труда, что может ускорить сокращение стимулирования и подъем ставок в США. При этом нефтяные котировки продолжают консолидироваться в непосредственной близости к 102 долларам за баррель по сорту Brent. Главным событием текущей недели станет саммит в Минске, в частности переговоры президентов России и Украины. Хотя больших надежд на прорыв и деэскалацию конфликта пока не наблюдает. Тем временем техническая картина индекса ММВБ сейчас говорит о высокой вероятности остановки растущего движения после 10 подряд растущих торговых сей. Сила отката зависит от многих факторов, но ближайшей целью выступает отметка 1430 пунктов. Однако в случае непредвиденного позитива и пробоя сопротивления у 1470 пунктов можно ждать рывка индикатора в район круглой отметки у 1500 пунктов. И в заключении курса валют, установленные Центральным Банком России на завтра. Доллар 36 рублей 12 копеек, евро 47 рублей 66 копеек. На этом у меня все. Встретимся на телеканале Губерния. Встретимся на телеканале Губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова